Я так начну потихоньку запись, а то, может быть, что-нибудь отрежу, может быть, не буду отрезать. Так, микрофон ты купил, соответственно, да? Да. Да, хороший микрофон. Сейчас я расшаю себе... Ой, это ты. Это я. Постригся, что ли? Ага, и бороду сбрил. Самое ужасное. Так, я сейчас расшаю... Убил себе хипстера. Правильно, сейчас я расшаю диск-топ. Так, это где делается? Наверное, в разговорах. Сейчас или нет? Банки. А, демонстрация экрана, вот. Не знаю, это будет нормально видеть, видно на iPad? Да, в общем, да. А, ну, окей, ты видишь часть себя. Вот, и... Audacity. Смотри, что такое компрессия звука, ты знаешь или не читал? Читал. Так, компрессия звука. Самое простое объяснение, это, грубо говоря, сделать тише то, что выше. Вот. Угу. Вот. И тут важны очень настройки самого основного параметра, это соотношение. Обычно все почему-то используют соотношение 2 к 1, но для подкастов это не очень сильно подходит, потому что люди во время подкаста очень сильно дергаются, они голову то туда, то сюда перемещают, и постоянно что-то происходит странное со звуком, он то тише, то громче. И на самом деле, вот, основной параметр, а, что это я говорю, давайте сначала что-нибудь запишем, вот у меня происходит сейчас запись, но она происходит неправильно, потому что я почему-то сделал стереодорожку, это неправильно. Нафига нам стереодорожка на моно-микрофоне. Вот, здесь при записи, в принципе, пофиг. То есть, посмотрите, сейчас у меня микрофон настроен нормально, ничего не шкалит, все уровни более-менее высокие. Также желательно во время записи записать тишину. Угу. Вот это была тишина, для чего ее записывать, это будет потом полезно, сейчас пояснём. Вот, в общем, у нас есть исходник звука, вот, сейчас мы послушаем. При записи, в принципе, пофиг. То есть, посмотрите, сейчас у меня микрофон, вот, он работает. Все, что я делаю обычно с подкастом, можно, в принципе, кстати, потом показать какой-нибудь проектик такой на 5-6 дорожек, это было раньше, сейчас я обленился и уже так не делаю. Первое, что мы делаем, мы выделяем маленький фрагмент пустой тишины. Желательно, чтобы это было меньше, чем секунда, в районе полсекунды. Потому что если, ну, опытным путём я выяснил, что если вот, вот мы записались в тишину, если выделить всё, и потом проанализировать эту тишину, он очень сильно покорёжит твой голос. Он почему-то там начнёт резать непонятные частоты, он будет считать, что... Я даже не знаю, чего он будет читать, но, в общем, как и получается. Достаточно выделить небольшой отрывок, там, полсекунды примерно. Вот он, тишина. А потом используем эффекты и удаление... Врезку нет. Удаление шума. У меня русская версия удастит стоит. Здесь с этим всё вот так. Это двухэтапный процесс. Надо сначала сделать, создать модель шума, нажать кнопку на этом отрывочке. Создать модель шума, потом выделить дорожку полностью. Это можно просто здесь кликнуть. И затем удаление шума. Я эти настройки вообще не трогал, которые вот здесь есть. Они по умолчанию. Шум удалить. А может быть я только здесь переключал. То есть сейчас у меня подавление шума 24, чувствительность 0. Обобщение частот 150, атака 0.15. И шум удалить. Всё. Я нажимаю ОК. Если ты обратил внимание... Давай вот ещё раз посмотрим. Видишь, вот здесь вот так... У нас плоховато вида. Сейчас я попробую увеличить. О! О! Вот так вот. Смотри. Вернуть операцию удаления. Сейчас, ладно. Ещё раз. Я возьму вот так вот. Видели всё. И удаление шума. Раз. Там представляющая шума почти. Там все эти толчки, реченки, они удалились. Ничего не слышно. Вот. Ладно, вернём в нормальное состояние. Вот. Теперь второе важное. Это у нас компрессия. Это всё, что нужно знать. Мой пресет для компрессии звука именно для подкаста, который мы используем. Первый порог минус 60 децибел. Это значит, что мы будем брать всё, что записано. Минус 60 децибел – это очень много. По умолчанию я не помню, какие настройки, но я там использую минус 60. Нижний порог шумов – это очень важная штука, потому что, в принципе, для подкаста как-то это было очень важно. Некоторые люди посылали исходники полоса, очень тихие, очень тихо записаны. Там уровни были вообще минимальные. Вначале я делал, конечно, нормализацию, подтягивал, но не всегда это сильно помогало, потому что люди тоже там и кричали, и у них обычно щелчки мышки, которые прописываются там до верха. И это не особо помогало. И вот здесь вот нижний порог шумов – это зависимость от того, какая у тебя частота, какое качество записи, из какого порога ты хочешь начать компрессию. То есть, грубо говоря, у тебя, если… Вот как у меня сейчас дорожка, минус 20 достаточно будет. Ну, например, смотри, я сейчас сделаю что? Для примера… Сейчас. Компрессор. Нижний порог шумов включу 20, да? Она вот такая стала. А если я сделаю, например, нижний порог шумов, там, минус 50, она будет немножко по-другому выглядеть. Но это слишком, он тебя начнет тогда шипение увеличивать и так далее. Начинай, старайся начинать от минус 20. То есть, минус 20 – это как бы правильно. Если не хватает, если ты видишь, если ты долго очень сильно и долго говоришь, там, отклоняешься от микрофона, приближаешься к нему или там как-то… Ну, это очень реляет на долго… Ну, на большого отрезка времени записи. Поэтому я там от минус 20 до минус 30 я обычно использую. Минус 30 – нормально. Соотношение, вот это самый важный параметр, я использую 7 к 1. Обычно, вот чтобы показать разницу, это во сколько раз совершать компрессию. 1,5 он почти ничего не сделал. Смотри. Если я делаю 1,5, 1,5 он почти ничего не поменял. Он только сократил разницу между тихим и громким примерно всего лишь полтора раза сжал. Но… Так, правка «отменить операцию». Вот, самые нормальные настройки, которые очень хорошо работают. Вообще для подкаста это важно, потому что я как основной извращенец слушаю подкасты, например, в дороге, в машине. И важно, чтобы звук голоса звучал очень четко. Поэтому динамическая компрессия должна быть максимально. 7 к 1, очень хороший параметр. Вот, и лучше всего использовать его. Длительность атаки и время первичного затухания я все имею в самый левый край. Что такое атака и затухание, можно там почитать. Нормально. Подогнать усиление под 0 доцепел после компрессии – да, потому что если ее этого не сделать, то он может… Кстати, странно. Он вообще не должен этого делать. Хе-хе-хе. Но почему-то, видимо, эта галочка тут то ли не работает, то ли что. Может, я не знаю, как она работает в этой программе. И компрессия по пикам тоже галочка. Ну, вот, собственно, нажал 7 к 1 и звук… Сейчас у меня микрофон настроен нормально, ничего не шкалит. Вот, он нормально все слышно. То есть люди, которые будут слушать эту запись там в машине или… Хотя, не знаю, если ты же для YouTube будешь это делать, в машине YouTube слушать, не знаю. Но все равно голос становится прямым, не надо делать громче тиши. Вот, собственно, и основные, как бы, условия. Все, то есть грубая. Это вся магия. А, единственное, что… Редактирование желательно еще делать… Очень сокращает время, если надо что-то вырезать. Есть в настройках в Udacity в параметрах Hotkey. Вот. Два самых полезных Hotkey у меня. Это… А, еще главная штука забыл сказать. Вот. Два Hotkey. Это Ctrl-X. Это вырезание. Ну, то есть на винде Ctrl-X это вырезание. Какого-то отрывка. Ну, чтобы там не сюда тянуться, там. А к… Ну, вот оно, вырезание, то же самое. И я переназначил, я не помню, какая клавиша помолчания, она была очень неудобная. Она заполнить тишиной. То есть я беру, если мне нужно, чтобы пауза была, но я вижу, что там я крякнул или что-нибудь. Ну, вот, например, мой любимый прием, когда я… При записи, в принципе, пофиг. Вот этот вот отрывочек – это мой вздох. Угу. Я обычно как брал? Беру, выделяю небольшой кусочек, затем, ну ладно, я мышкой покажу, чтобы заполнить тишиной. Угу. Понимаешь, все, тишина. Но единственное, что… То есть, иногда здесь возникают щелчки на этих моментах, поэтому я аккуратненько брал вот так вот и делал простую штуку. Здесь затухание плавное, оно приравняло, убирало щелчок, а здесь делал плавное нарастание. Вот как бы такое тройное действие. Но еще есть у нас такая штука, как… Что применялось у нас на подкасте часто? Это вырезать тишину. Вот я сначала там заполнял какие-то паузы. Вот у нас, если вспомнить первые там 2-3 выпуска, нас очень сильно ругали за то, что у нас мы там говорим что-нибудь, и очень много там думать, паузами, словами делаем. Вот, чтобы это все руками не вырезать, здесь в эффектах такая штука – вырезать тишину. Здесь все я оставлял по умолчанию. Здесь минимальная длительность тишины 200, максимальная длительность 1000, сжатие тишины 4, не знаю, что 4 к 1, не знаю, что это такое. Но порог тишины от минус 40, я ставил минус 20 дБ. Ну, то есть, типа, если у тебя что-то ниже минус 20 дБ, и, скорее всего, больше минимальной длительности 200 мс, то это надо желательно думать, что это какая-то тишина, и надо вырезать. Так вот, смотри, это получится. Раз, и все. У меня теперь... Я сохранил, сейчас скажу, сколько. Я сохранил на этой записи почти 3 секунды. Из 23. Сейчас очень полезно. У нас в финальной версии обычного подкаста езжало от 3 до 10 минут примерно. Это означает, что ты говоришь 2 часа, и паразитных молчаний, от которых лучше всего избавиться у тебя, их на 10-15 минут. Ты, во-первых, сделал себе хорошо, во-вторых, сделал хорошо, прекратил время прослушивания на 10 минут. И тараторишь, как нормальный человек. Я вспомню проф из 4A, когда он послушал свою запись, сказал, что, боже мой, неужели я так умею говорить? Ты знаешь, как он разговаривает в жизни? Да, он делает такие длинные паузы и так прям напрягается перед тем, как что-то сказать. Так вот, эта штука спасает. Можно из профа сделать такого заправского оратора. Ну вот это, собственно, basic такой, который максимально... Здесь, конечно, всякие штуки еще есть интересные. Я не знаю, эквалайзеры и прочее. Я особо это не пользовал, потому что микрофон у тебя хороший. И вообще такое правило, чем меньше ты портишь звук, тем лучше. То есть, меньше над ним надо работать, но вот компрессия – это тема абсолютно. Слушай, а вот всякие изначальные настройки, типа вот этих вот, то есть, монодорожка, там 16 бит, да, там килобит, вот это вот. Так, 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 так. Какие 16 килобит? Я не понял. Ну, в общем, вот эти вот изначальные параметры записи ты какие используешь? А, ну, вообще, удастье он пишет в своем формате, ему пофиг. Я в моно 44 стоки, стоки герц, из 100, то есть 32 бит флот, но частота проекта должна быть, желательно совпадать с вот этой вот, той, которую ты пишешь. Вот, 44-100 – это частота обычного MP3. Полезно. Некоторые делают еще на 48, в принципе, YouTube требует, ну, не требует, ему желательно в 48 делать. Попробуй, это, в принципе, немного улучшит качество записи, но так как мы не под YouTube там делаем, у меня там, то есть, для MP3 надо делать 44-100. Ну, ладно, надо. Все равно он будет проигрываться, все равно будет нормально, но... Ну, понятно, да. Как бы... Ну, why not? Ну, собственно, и все, такие бэйсики, которые... это самое... которые позволяют делать нормальный звук там за две минуты. То, чего я обычно не вижу ни в одном подкасте, когда вот мне там присылают, послушайте, пожалуйста, мой подкаст там. Открываешь его в Udacity, а там ад. То есть, люди... То есть, ты видишь, ты видишь, как ты технически подходишь. Ты даже его не слушаешь, ты его открываешь в Udacity. Зачем мне слушать, там ничего нового. Если в Udacity все плохо, то не прошли собеседование. Да, да, да. Ну, вот, собственно, все. Я сейчас попробую эту запись выложить. Может быть, кому-нибудь будет полезно. Да, круто. Я думаю, будет полезно. Спасибо большое. С вами был Ярослав Сенгаевский и Михаил Кузьмин. Всем пока. Пока.